В руке поводок, а в кармане пакеты. В Московской области ужесточили правила выгула собак. Теперь владельцам домашних животных за отказ убирать отходы жизнедеятельности грозит штраф. С хозяевами собак пообщалась наша съемочная группа. На каждый выгул Джек Расселтерьера Мары и Бассенджи Хвоста Яна Нужда берет маленькие пакеты. Правила выгула домашних животных ужесточили и зафиксировали в Кодексе об административных правонарушениях Московской области. Теперь убирать за своими собаками – это не просто полезная привычка. Мы на маленьком клочке земли, живем очень много народу. Я имею в виду многоквартирные дома, мало зеленой зоны, много собак. И если мы перестанем убирать, у нас просто места не останется для наших детей. Так как я мать двоих детей, я, конечно, за гигиену. Мне было бы, конечно, приятнее ходить по улице, если бы люди следили за своими собаками. Но есть и противники уборки. Среди них Амина Кузьминова. Люберчанка принципиально не берет с собой полиэтиленовые пакеты. Они медленно разлагаются. А с органическими отходами внутри пластик еще сильнее вредит природе. Сами полиэтиленовые пакетики, они делают почве очень плохо. В них стоят разные химикаты, которые убивают растения и убивают саму почву. Есть кто принципиально не убирает и с ними ничего не делаешь, потому что у каждого своя правда. И я не скажу, что это абсолютно неправильно. Есть, опять же, с точки зрения экологии вопрос. Но я считаю, что в городе правильнее убирать за свои собак. Экологический вред – не единственная причина, по которой некоторые люберчане отказываются убирать собачьи сюрпризы. Амина выгуливает золотистого ретривера Каспера не на детской площадке, в парке или возле подъезда, а на специально отведенном для этого участке. Есть определенная площадка, но она далековато отсюда. И очень тяжело туда-сюда каждый вечер и утро ходить. Поблизости площадок для собак тут нет. Иногда выгул занимает не больше 10 минут. Но за этот маленький промежуток времени можно получить штраф от 500 до 1500 рублей.